Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков проголосовал на избирательном участке 11.02. Выполнив свой гражданский долг, исполняющий обязанности главы Кабмина выразил надежду, что после выборов ситуация в стране останется стабильной. По его словам, накануне поступил 61 сигнал о нарушениях. Каждый факт проверяется правоохранительными органами. Субтитры создавал DimaTorzok Я отвечу таким образом, что руководствуясь принципами тайного голосования, я сделал свой выбор и надеюсь, что этот выбор послужит будущему укреплению и развитию нашей страны. У меня лично путаницы не было. Бюллетени понятны. В принципе, проблем с регистрацией, с получением бюллетеней, с голосованием нет. Все меры безопасности и предосторожности с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации тоже соблюдены. Люди голосуют и надеюсь, что эти выборы пройдут открыто, прозрачно. И буквально к концу дня мы уже будем видеть предварительные результаты. Возникают технические сбои, но оперативные группы работают. Все ответственные сотрудники находятся на рабочих местах. Я надеюсь, что дестабилизации не будет, потому что больших фактов нарушений на сегодняшний час у нас нет. На вчерашний день был 61 сигнал. По каждому из этих сигналов ведется соответствующее расследование. Зарегистрированы материалы и в едином реестре преступлений и проступков, и по линии МВД. Все случаи проверяются. Правительство, с твоей стороны, готово к возможным провокациям. Но, пользуясь этой возможностью, я тоже призываю всех кандидатов, которые участвуют в предвыборной гонке, признать результаты, какие бы они ни сложились, проявить политическую волю, политическую ответственность, прежде всего перед страной, перед гражданами, для того, чтобы у нас сохранялся мир, спокойствие, и люди могли завтра, так же, как в обычные дни, пойти на работу и заниматься им повседневными делами.